Мы сейчас привезли 4 рабочих колеса для Саяно-Шушенской ГЭС, каждое колесо весом 146 тонн, и это финальное крупное оборудование для реконструкции Саяно-Шушенской ГЭС. Вес больше 100 тонн, габариты 6,7 метра, почти 7 метров, то есть не влазит ни в большой самолет, не перевозится по железнодорожному транспорту, ну и по дороге, так скажем, практически невозможно их перевезти. Поэтому вот этот самый удобный путь перевозки по воде. В числе немногих очень крупно повезло. Первое рабочее колесо видел еще на заводе в зачаточном состоянии. Прямо на ЛМЗ все-таки агрегат довольно серьезный, и его надо точно выполнить. И только там на заводе есть карусельный станок, на который он помещается. То есть сам станок бегает вокруг колеса, колесо стоит на месте, чтобы его обработать достаточно точно. 29 августа 1977 года теплоход «Пиртоминск» отчалил от стапели Ленинградского металлического завода с баржей, на которой находилось 92-тонное рабочее колесо турбины для Саяно-Шушенской ГЭС. Привезли первый агрегат на барже, на какой-то там громадный баржа, там все встречали народу, весь Енисея, все черемушки вышли на берег, а тогда Майнской ГЭС же не было, и просто через Красноярскую ГЭС через подъемник погружали на баржу, и вот она сюда доставлялась. Духовая оркестр, все, народу было много. А здесь просто народ, который как бы местный, они там все там «Ура-а-а-а», там все же были оптимисты, как Павел Корчагинов, все там шатки кинали все, но тогда был немножко другой такой дух и настрой такой. Рабочее колесо проплыло по пяти морям, 12,5 тысяч километров. Коллектив гидростроителей принял обязательство ввести в действие первой гидроагрегации «Ано-Шушенской ГЭС» в декабре 1978 года. Это всегда было торжественно. И ленинградцы подписывали каждое колесо. Ленинградцы с Аяном это было первое, первое, что на первом колесе было написано. Ленинградцы с Аяном. А потом была тебе Родина и прочее. Подготовка к подобным перевозкам, она начинается за полгода, за год. Прописывается сначала так называемая транспортно-технологическая схема. Всегда бывает тревожным, как ни крути, это проход Северного Ледовитого океана. Все 10 комплектов колес на этот раз были доставлены за два года. А тогда 10 комплектов доставлялись в 6 лет. Было специальное Боржао, забыл ее название. Ее потом еще и утопили тут, когда привезли два рабочих колеса одновременно и прочее там к ним. При Бамбасе невозможно было подойти и давали большую воду, чтобы могла Боржа пройти. И в конце концов этой большой водой и она тут и утопла у нас. А колесо на... Ну, по крайней мере, можно сказать, что снята одна из самых больших неопределенностей, которая была. Преграды, значит, мы все остальные понимаем, как преодолевать. Это была, так скажем, последняя, которая была связана с сложностями взаимодействия большого количества задействованных лиц. Это был кульминационный момент сезона. Вот мы его ждали три года, четыре месяца и там две недели. Я так сильно подозреваю, что это, ну, едва ли не последние колеса вот такого вида, такого размера. Направление развития мировой гидроэнергетики идет по пути внедрения, ну, иных совершенно агрегатов, поворотно-лопастных так называемых. Ну, он может даже быть больше по размеру, но он разбираемый. Конструкция колеса серьезно переработана. Здесь, значит, уменьшено количество лопастей, форма лопастей уменьшена, то есть значительно доработана конструкция рабочего колеса. Ну, это дает, во-первых, и более высокий коэффициент полезного действия. КПД оценивается вырастет не меньше, чем на полтора процента. И более устойчивую работу колеса и все турбины и агрегаты во всем диапазоне от нуля до максимума.